Ребята, всем привет! Психанул я тут немножечко и стартанул новый проект. Очень резко начал делать скоростной, мега просто скоростной самолет. Те, кто давно на канале, видели, что у меня есть большой вот примерно такой самолет. Вот он, кстати, под потолком висит. Это просто гигантский аппарат массой 20 килограмм и двигатель у него с тягой 18 килограмм. Ну а чем же будет примечателен этот агрегат? Да ничем особенным, просто двигатель здесь будет тот же самый с тягой 18 килограмм. Аппарат будет в два раза меньше и этот самолет будет развивать просто гигантскую скорость, как мне кажется. Мне кажется километров 500 можно будет выжать. Пока что сделал только контуры. Ну и сейчас мы будем продолжать делать этот проект. Предварительно все расчертив, сделал шаблоны, а потом выпилил заготовки. На этом самолете будут заканцовки, будут вот такие кили закругленные для того, чтобы была лучшая обтекаемость. Ну еще вот здесь хочется все сгладить вот так для лучшей обтекаемости. Ну а так в общем-то это будет копия фанжета с теми же самыми аэродинамическими профилями. Ну просто уж очень хорошо он летает и хочется повторить вот в таком менее крупном размере. Потому что тот гигантский, тяжело стартовать, его надо разбирать, собирать. Здесь я думаю только нос будет отсоединяться. А вот это все крыло целиком заходить в автомобиль и перевозить будет его гораздо более удобно. Технология будет в связи с этим немножечко другая, более прочная, неразъемная и более легкая. Пока что весь этот пенопласт весит полтора килограмма. Ну так как вы видите, что на профилях мы очень много снимем. Да и с фюзеляжа мы снимем процентов наверное 40 как минимум, а то может быть и 50. И в итоге весь пенопласт, я думаю, грамм 600-700 будет весить всего-навсего. Это не так много. Будет обтягиваться карбоном целиком самолет, чтобы был максимально жесткий. Как-то я спрашивал, нужен ли такой проект на канале. Но как-то особого энтузиазма я не заметил, ребята. Но мне уж очень сильно хочется сделать скоростку такую. Хочется полетать на огромных скоростях. По этому проекту быть. По-любому быть. Хотя моделисты и забраковали его. Представляете, когда пчелы против меда идут. Это дичь какая-то. Ладно, ребята, стартуем, продолжаем. Образовалось небольшое количество обрезков. Здесь где-то мешок пенопласта. Когда делал большой самолет, ушло 20 мешков в мусор. Здесь как-то попроще, поинтереснее, полегче и побыстрее. Что самое главное. Здесь уже много серий не будет. Постараюсь сделать как можно быстрее. Шаблоны профилей под вырезку из пенопласта решил сделать из алюминия. Возможно они пригодятся в дальнейшем. Да и плюс из алюминия можно сделать более гладкую поверхность. И гораздо приятнее будет резать пенопласт. Вот уже один шаблон я отметил. Отмечаю просто обводя ножиком сквозь бумагу. Потом мы убираем бумагу. И есть такая полоска, по которой буду вырезать. Также отметил осевые линии. Вот эти тоже сквозь бумагу, чтобы потом не перепутать и не изогнуть как-нибудь неправильно крыло. Все должно быть соосно. Вот эти линии на всех трех профилях должны быть параллельны. И тогда все получится. Пришлось прилично постараться, чтобы довести шаблоны до такого состояния. Вот здесь практически полированная поверхность. Нет никаких уступов. Делал это для того, то есть такое качество, чтобы как можно равномернее можно было вырезать крыло. Достаточно трех шаблончиков, чтобы вырезать все четыре детали крыла. Самое главное, что я здесь предусмотрел в этот раз, это хвостики заходные. То есть спираль разогретая будет сначала опираться на них с двух сторон. А также будет обеспечен выход с обратной стороны. И в итоге деталь должна получиться более качественно. Хотя тут все равно нужна очень хорошая сноровка. Надеюсь, все получится. Все, ребята, сейчас расчерчиваю и начинаю вырезать. Прижимаю шурупами. Они хорошо закручиваются в пенопласт. На них будут держаться шаблоны. Здесь у меня получился небольшой косяк. Прямо впритык. Уже не буду с этим ничего делать. Придется вот эту область просто обточить. Три детали уже сделал. Сейчас буду маньячить четвертую. Вроде бы неплохо получается. Здесь вот пришлось с постобработкой делать, но получилось ровно. Ну а консоль сразу получилась более-менее ровно. Особой постобработки не потребуется. Просто обточить, сделать гладко и все будет окей-хокей. Осталось сделать четвертую деталь. Вторую консоль крыла. Уже подготовился и сейчас покажу вам, как это происходит. Простейшее устройство у меня пенопласта резка. Вот есть струна, натянутая пружиной с обратной стороны. Вот так. Это две вазовских пружины клапанных, сваренные воедино. И натягивается через проволоку. Крокодилами подкидываю провода и через батарейку все это дело запитывается. Далее из основного. Одеваю вот это. Здесь угольный фильтр. Вроде бы запах не проходит. Значит все нормально. И поехали. Вот как получается. Ну и вторую сторону соответственно. А это на выброс. С каждым разом все лучше и лучше получается. Вот так идет процесс. Отключаем и смотрим, что получилось. Даже неплохо получилось. Основные детали самолета у нас есть. В задней части профиля у нас большие проблемы. Видите, пенопласт очень мягкий и гнется. Поэтому нужно укрепить заранее. Чтобы потом не выравнивать всю конструкцию. Возьму кусочек бальса. Сделаю с него нервюры. И приклею вот их просто вот сюда. Они будут держать. Дерево оно как бы так не гнется. Хотя может быть и в хвостиках и дерево по укреплю. В общем это все по ходу дела будет усиливаться. Но уже можно начинать собирать самолет. Вот такой шпон получается. Это на малые нервюры. На большие придется по древней инспанской технологии делать. Сделал два пропила и придется немножечко доработать ножовкой по дереву. Но это не страшно. А потом все обтачивается вот этим бруском. Получается гладко, хорошо. Бальза легко обрабатывается. Очень хорошо и красиво получается. Этот самолет я планирую сделать очень быстро. Но он будет сделан в качестве. Обратите хотя бы внимание на заднюю кромку. А точнее на то, какая она будет острая. Все очень точно подгоняю. Сейчас находится на стадии склеивания. Здесь под пресс зарядил все нервюрки. Карбонизирую их с одной стороны. По три слоя углеткани. То есть это будет где-то 0,6 миллиметра слой уголька. Ну а сейчас обтачиваю консоли. Одну уже сделал и выяснился кое-какой нюанс. При формовании образуется корка. И если неравномерно зачищать, то крылышко ведет. Вот сейчас вот оно ровненькое. Все с ним нормально. Но как только я начну с одной стороны зачищать, сбивать пленку вот эту вот получившуюся от температуры, то крылышко начнет вести. Я сначала испугался, но потом собрался с мыслями. И начал равномерно с двух сторон обтачивать. Все выровнялось. Заложил в изначальную форму для проверки. Ну вот видно, что все сходится с двух сторон. И здесь, и здесь винта нет никакого. Все лежит равномерно. Как видите, все супер качественно получается. Никаких щелей. Все, ребята, заложил крылышки в бутерброд, чтобы кромочка качественно приклеилась. И все было отлично. Что-то такое ощущение, что достигаю потихонечку того качества, которое я умел делать в детстве. Все легко отклеилось и получились вот такие заготовки. Теперь нужно вырезать вот эти бальзовые нервюрки вместе с углетканью заформованной. Четыре штуки я уже сделал. Вот так получается, ребята. Потом я зачищаю все. Хоть оно и красивое, вот такое великолепное. Но надо зачищать, чтобы была потом в последующем хорошая адгезия при приклеивании его куда-либо. Делать это все очень просто. Беру, выпиливаю лобзиком. А потом вот тут у меня лежат брусочки с наждачком. Просто-напросто беру и обтачиваю. Вот это вот уже лысое. Надо менять. Очень вредное производство. Приходится все делать в респираторе. Но, к сожалению, ничего не поделаешь. Приходится мучиться. Хочется сделать качественно, поэтому применяю композиты. Они требуют респиратора. Вклеиваю корневую нервюру с карбоновым усилением. Здесь вырезал кусочек пенопласта. Вот такой. Он весит 1,5 грамма. Вместо него вклею 5-граммовый бальзовый брусок. Потому что в этой области будет двигатель. Вот где-то здесь реактивный. И хочется разграничить пенопласт деревом. Потому что у пенопласта очень маленькая температура плавления. То есть там где-то всего лишь около 100 градусов. И он уже начинает плавиться. Ну а через дерево пока за счет теплопроводности дойдет. В общем, таким образом я хочу сохранить вот здесь пенопласт. Хотя все будет карбоном обтянуто. Карбон будет держать. Ну и пенопласт хотелось бы, чтобы внутри не плавился. Так что будем склеивать вот такой пакет. Я уже здесь все точно подготовил. Развел немножко клея. И буду точками приклеивать нервюру. Потому что основное скрепление будет за счет стеклоткани. Затечет вот в эти щели и все склеится. А пока не хотелось бы мне, чтобы выступал вот здесь вот эпоксидный клей. Будет очень трудно обтачивать. Он очень твердый. А все остальное, бальза и пенопласт мягкие. И будет трудно обтачивать. Будут бугорки образовываться. А здесь можно будет слишком много выхватить наждачком. И в итоге у нас получится вот такой пакет. Видите, скрепляю все скотчем. Притягиваю, чтобы все было очень плотно. Карбоновая вставка получилась внутри между двух слоев бальзы. Это потом тоже поможет. То есть когда буду все карбонизировать, она как бы внутри получится. Как двутавр. Вот. Ну а здесь, чтобы не было смещений, на саморезах прикрепил. Материалы мягкие и можно прям руками вкручивать. Можно также и булавками фиксировать. Я сделал так. Ну а чтобы задняя кромка осталась ровная, через две дощечки струбцинкой прижал. Высохнет и все будет ровно. Пока происходит долгий процесс полимеризации смолы. Разложил детали фюзеляжа и уже все здесь примеряю. Отметил места центровки. Вот этот значок БМВ. Это еще и значок центровки в самолете. Отметил на нервюре и на всех деталях фюзеляжа. И примеряю двигатель, ребята. Вот он тот самый движок под копченый. Снял его с большого самолета. И уже думаю, как устанавливать его вот сюда. То есть как видите, фюзеляж я сделал коротенький. Сопло будет торчать на улицу. Внутри оно не будет. Ну а здесь, как видите, вот деревянная основа в этом месте. Чтобы ничего не подгорело. Делаю все очень сжато и практически нет пространства для обдува воздухом движка. Хотя нужно хотя бы небольшую возможность реализовать. Пол движка скрыто под капотом не будет. То есть вот верхняя часть будет на улице. Чтобы хоть какой-то обдув был. Хочу сразу сделать элементы крепления двигателя. Из-за этого я здесь все-таки располагаю. Потому что пока не понятно, как что будет крепиться. Вот этот колхозный узел я буду переделывать. За него я к велику крепил этот двигатель, ребята. Кому интересно, можете посмотреть на просторах канала, как я ездил на велике с реактивным двигателем. Вот с этим. И она 100 килограмм. Мою массу, плюс массу велика, плюс топливо. Это даже больше 100 килограмм толкает очень даже хорошо. И даже в бугор толкает. А как она будет толкать вот этот маленький самолет, аж даже страшно, ребята. Прямо конкретно страшно мне уже. Вот прямо сейчас я смотрю на это и страшно становится. Если удастся его запульнуть в небо, это уже будет огромный успех. Мотораму немножко закарбонизировал. Слегка обточил, чтобы не сточить лишнего. То есть я здесь добавил всего лишь пару грамм. Но прочность на разлучивание теперь увеличилась просто неимоверно. Разлучить эту доску будет невозможно. И теперь уже с чистой совестью ее можно вклеивать на свое родное место. Но я занялся немножко другими делами. Уже дошел до стадии вклеивания сервоприводов. Видите, уже размечено. В этом месте где-то вот оно будет выступать. Приклеил концевые нервы. Вот они какие красивые. И уже состыковал все остальные поверхности. Остается вклеивать, вклеивать и еще раз вклеивать. Сейчас буду делать ревизию сервом. Потому что важно определить, все ли там внутри нормально. Ничего ли не замкнет от вибраций. Потому что там бывает вот такое, что рядом металл и рядом плата. Нужно все проверять, друзья, чтобы не было неожиданностей. Сервы будут очень мощные. Вот такие вот 20 килограммовые. Потому что нагрузки неимоверные. Нужно, чтобы вот это вот все выдерживало. И рули нормально отклонялись. Внутри вроде бы там все нормально. В прошлые разы на плате очень близко были проводники. И было вот такое вот ощущение, что оно к мотору может прикоснуться к металлическому корпусу и замкнуть. В этот раз все нормально. Никаких доработок не потребуется. Поэтому собираю и пытаюсь внедрять в самолет. Пропилил окошки в нервюрах. Значительно их ослабил. Но потом прочность вернется, когда я сверху наложу обшивку. Не ожидал я, что дело столь быстро пойдет. Уже получается сервы буду сейчас вклеивать в нервюры. Ну а потом дело техники просто это все внедрить вот сюда. Вот так. Нужно будет вырезать кусочек, обклеить все бальзкой, обточить. И детали будут ждать обшивки. Делаю по принципу. Сначала прорезаю, вклеиваю, а потом стараюсь укрепить. С двух сторон вклеил бальзовые бруски. Будет еще постобработка. А пока я добился, чтобы оно внутренней стороной прилегало. Наружную обработаю потом уже в качестве. Дошел до разрезки элевона. Буду вставлять бальзовые бруски. Все уже разметил, все пометил. Одна консоль уже практически с элевоном. Теперь нужно делать вторую консоль. Брусок уже подготовил. Все отпиливается по месту, обрезается и все делается, ребята. Склеиваю в стапеле, чтобы ничего никуда не повело, не скрутило. В качестве стапеля служит ответная часть пенопласта, образовавшаяся после вырезки крыла. Очень даже удобно ее использовать. Опять же, эпоксидки много не намазываю, чтобы можно было легко потом обрабатывать. Еще будет время, когда все склею намертво. Значит, по деньгам. Пока мне это ничего не стоило. Пенопласт у меня был, бальза была. Карбон с эпоксидкой тоже. И сервоприводы я брал заранее. Об этом надо обо всем заботиться заранее, друзья, когда начинаешь делать такой серьезный проект. Ну а так, если все посчитать, карбона ушло максимум на 500 рублей. Алюминия примерно так же. Бальзу я покупал, по-моему, 700 рублей брусок. Из него ушло, может быть, и где-то треть. Пенопласт он дешевый. Сервы, по-моему, по 1500 или по 700 рублей. Вот я точно не помню. То есть пока все довольно таки дешево выходит. По трудозатратам. Затратил около 4 рабочих дней. Причем попутно я занимался и другими проектами. Сделал новый наждачный брусок. Обратите внимание, как я его сделал. Концы я закруглил. Закруглил, потом наклеил на контактный клей. И теперь, когда я буду что-либо зашкуривать, у меня концы не будут вырывать пенопласт. Потому что плавно будут заходить. Раньше были острые края. То есть это, опять же, уже из опыта ко мне пришло. Уже моего собственного. И бруски я сделал под себя более качественно. Вот так защищаем и обтачиваем. Решил использовать маленький брусок, потому что им удобнее. Работаю в респираторе, потому что бальзовая пыль очень мерзкая. Я прям чувствую, как она отнимает здоровье у меня. Вот что мы имеем на данный момент. Это примерно вот общая геометрия всего самолета. Да, он конечно не такой гигантский, как вот этот. Но весь прикол в том, что двигатель у него будет тот же самый, с которым тот самолет развивал 250 километров в час. Основная задача сейчас у меня все склеить в одну конструкцию, разобраться с фюзеляжем и вклеить обязательно лонжерон. Хочу сделать цельным самолет, чтобы он был мега прочным и не переутяжелить его из-за этой прочности. Потому что прошлый самолет из-за всех разъемных конструкций потяжелел из-за этого примерно на полтора килограмма. Также там полтора килограмма шасси. Вот представьте, уже плюсом 3 килограмма там пошло. Здесь ничего этого не будет. Ни шасси, ни разъемных конструкций. Ну кроме носа, нос я собираюсь все-таки снимать. Потому что так он ни в какой автомобиль не залезет. Слишком уж он квадратный получается. Грубо говоря, 1,6 на 1,4 метра. Меня очень радует, что все уже размечено. Размеры уже никуда не уйдут. Уже с ними бороться не надо. Нужно просто делать, склеивать, собирать, делать бачок. Бачок будет огромный. Примерно на 4 литра. Видите, практически в центре тяжести он располагается. И за ним сразу идет лонжерон. Можно было бы точнее в центре тяжести сделать, но тогда лонжерон нужно отодвигать. Чтобы мне не хотелось бы его слишком далеко отодвигать. Уже в зону тонкого профиля пошло бы. А так вот он практически в максимальной толщине профиля. Кили будут другие, друзья. А еще здесь будут законцовки. Законцовки такого плана. У меня на этом все, друзья. В следующем видеоролике мы, наверное, будем уже все склеивать воедино и продолжать собирать этот самолет. Кому было интересно, кто хочет следить за проектом, подписывайтесь на канал. Поддержите лайком. Всем пока, до новых встреч. Вот вам для сравнения консоль крыла от большого самолета. Кстати, здесь стоят точно такие же сервы, как и те, что я установил в маленький самолет. Моща та же, но размер меньше гораздо. Видите, все в разы меньше. Субтитры сделал DimaTorzok